Президент Молдовы завершил официальный визит в Брюссель. У него состоялись встречи с руководством Еврокомиссии, Европейского совета, высокопоставленными чиновниками ЕС, с руководством НАТО. Без преувеличения к визиту было приковано самое пристальное внимание прессы, да, пожалуй, всего политического класса. Как прошел этот визит? Как встретили президента европейские чиновники? А главное, как это все скажется на ситуации в самой Молдове? Ответить на эти вопросы, я полагаю, дело принципа. Вы смотрите АКЧЕН-ТВ. Здравствуйте! И я представляю моих гостей. Сегодня это депутат от партии социалистов Республики Молдова Владимир Цуркан. Добрый вечер. Добрый вечер. И политолог Корнелий Очуря. И вам здравствуйте. Добрый вечер. Итак, визит состоялся. Хотелось бы, чтобы вы поделились сейчас своими выводами. Владимир Иванович, какие цели ставил президент этим своим визитом, этой поездкой и добился ли он их? Ну, я думаю, что основная цель и задача этого визита, тем более учитывая, что это визит состоялся после визита в Российскую Федерацию, эта цель визита была в том, чтобы без каких-то посредников, без обиды, без того, как что комментировали масс-медиа и политологи, лично, как говорится, в беседе с глазу на глаз, довести до сведения всех тех, кого назвали еврочиновников самого высокого уровня. Это действительно так. О том, каковы позиции президента, каковы проблемы видит президент, избранный всем народом, потому что, естественно, что он не мог и не должен был высказывать свои личные какие-то осуждения, мнения, а исходя из того, какова ситуация в стране, для анализа, и самое главное, о каково мнение того самого народа, который его избрал. И в этом смысле, в том числе, поставить известность, а каковы его были результаты переговора, встречи в Москве. Для того, чтобы сопоставить и определиться, как дальше двигаться в Молдове в сотрудничестве с Евросоюзом и в Молдове в сотрудничестве с Россией. Так получилось, что в эти дни я тоже находился там, в Бюсселе, вместе с группой моих коллег из Комиссии по правам человека по выгласению Европарламента. Мы, в общем-то, эти два дня, понедельник и вторник, вчера только вечером поздно вернулись, находились там, и было очень много встреч с европарламентариями. Ну и о чем они говорили в кулуарах? И вот нам было тоже интересно узнать, а вот каково их отношение к этому. То есть мы как бы вот с той стороны это все могли прочувствовать. Может быть, вот господин Чурья скажет, как оно виделось и чувствовалось со стороны, находясь здесь в Молдове. Практически все те беседы, которые у нас там состоялись, они касались как бы оценки ситуации, связанной с соблюдением прав человека в Молдове в контексте взаимоотношений Евросоюз и Молдова. Но в любом случае, как ни крути, любой аспект соблюдения прав человека, он всегда сводился к тому, в какой степени соглашение об Евросоюзе оценки ситуации, повлияло или не повлияло на уровень соблюдения прав, в том числе человека. И самое главное, право на нормальную, достойную жизнь. Я хочу рассказать, что все они буквально, все еврочиновники, говорили о том, что вот очень интересно сейчас как раз визит вашего президента. Они говорили, что в понедельник будет состоиться, а во вторник уже некоторые вещи постфактом обсуждали. Допустим, первая встреча с Туском, Магеринин. Ну, она была чуть попозже уже, а вот встреча с Туском и с председателем самого парламента европейского Таянина, мы, значит, как раз могли и так немножечко обменяться, в том числе и мнениями. Я им сказал сразу же, но это была моя позиция, которую я изложил. У нас в составе делегации были представители всех фракций, я подчеркиваю, фракций, которые имеются сегодня у нас в парламенте, и демократы, и либералы, и либералы-демократы, и коммунисты. По многим оценкам, кстати говоря, наши видения о состоянии дел, высказанных депутатами, что касается соблюдения прав, практически не разнились. А вот с точки зрения того, как оценивать этот визит, ну, они предоставляли как бы возможность больше мне высказаться. Значит, я им сказал сразу, всем чиновникам, что, ну, не сразу, по мере встреч, естественно, да, что я хочу вас заверить, и вы убедитесь в этом, и увидите, что президент Дадон приехал не с каким-то антиевропейским настроением, с антиевропейскими призывами, а наоборот, он хочет разъяснить, пояснить, какова его позиция и видение на целый ряд проблем, особенно то, что связано с экономическими взаимоотношениями между Молдовой и Евросоюзом. Это, пожалуй, было самое главное из всего визита. Три четверти этому было посвящено. И одна четверть, естественно, НАТО уже во время встречи в штаб-комнатире НАТО. Суждения были разные, я имею в виду иерару чиновников. Начиная от наших, значит, близких соседей румын, один по-своему оценивал, вот вы должны определиться, что вы хотите в Молдове, быть с теми или с нами. То есть или-или. Или-или. Кстати говоря, зампредседателя совместного совета по мониторингу соглашения Евроассоциации страны Европарламента, Майкл Бонни, представитель Польши, он сказал, что вообще-то я прекрасно понимаю, что президент, будет интересно нам всем узнать, что говорит президент. И я, я ему ставил вопрос, а вот вы тоже так хотите разделить нас? Вы или, как я ему сказал, с белыми или красными? Он говорит, нет, я понимаю, что вы должны свои национальные интересы как-то найти, реализовать. Вот с кем в большей степени можно будет реализовать? Это вам определяться, вашему правительству, вашему народу. Тут никто вас не заставит ни в чем. И поэтому этот посыл, что не надо нас разделять и наше общество разделять. вы с теми или с этими. Вот у президента Додона был конкретный посыл. Я хочу, чтобы интересы Молдовы были защищены и реализованы и в России, и в Европе. Благодарю вас за такой подробный ответ. Господин Чуря, вот вы же тоже внимательно наблюдали за фоном, который сопутствовал этому визиту, да и до визита очень много говорили. Вот поедет сейчас президент в Брюссель. Интересно, как он там будет говорить? А сможет ли он повторить некоторые вещи, которые он говорил в Москве? Вот так прямым текстом люди интересовались. Вы наверняка прочли все эти заявления. Как вы характеризуете этот визит? Ну, как я характеризую, как и все. Конечно же, он не изменил себе, он продолжил ту линию, которую формулировал в Москве. Тональность трудно обсуждать, потому что мы не были свидетелями этих встреч. Мы, в принципе, узнавали их опосредованно, позже. Но главные месседжи мы услышали, те месседжи, которые были высказаны и в Москве, были высказаны и в Брюсселе. мне кажется, что брюссельским дипломатам немножко неудобно участвовать в такого рода беседах. Они еще не привыкли выслушивать вот так напрямую, потому что они имели дело со странами восточного партнерства. Ну, понятно, с Россией они смотрят друг на друга пока что через бинокль, а через ружье. то есть их отношения такие не очень хорошие. С странами восточного партнерства отношения были всегда очень доброжелательны и месседжи были очень дружественными. Даже Украина, Грузия. Украина иногда высказывает претензии, она в восточном партнерстве считается мистер ноу, то есть иногда она говорит нет, позволяет себе такое, но все равно она желает вступить, участвовать. Вот впервые европейские еврократы как мы их называем выслушали такой более жесткий дискурс. Они я так понимаю из того что сказал господин Цуркану они скорее всего промалчивают так мотают на ус и они больше слушают чем говорят. Я уверен они не очень реагируют они еще не знают как реагировать на такого рода поведения ну я так думаю это была в основном реакция еврократов они не очень быстро умеют поменять свое поведение в соответствии с изменением какого-то курса то есть они медленно реагируют и это естественно для бюрократов в Молдове мы видели реакцию конечно же правые гражданское общество очень так болезненно отреагировало на этот дискурс это часть общества которые скажем так я их называю еврофилами то есть люди которые считают что все наши национальные интересы они связаны с интеграционными процессами в Евросоюз в Евросоюзе Евросоюз важнее суверенитета Молдовы вот как-то так сначала Евросоюз Евросоюз прежде всего используя лозунг и парафразируя лозунг Трампа Евросоюз прежде всего Молдова идет вслед все зависит от Евросоюза вот позиция этих людей конечно же очень критична в отношении Додона и даже где-то присутствует и элемент истерики я кстати отмечу также что часть гражданского нашего общества побывала в Брюсселе во время вашего визита и скорее всего это было сделано специально им тоже предоставили возможность высказаться и я думаю они критиковали президента уже там находясь в Брюсселе и не только президента они власти вопросы задавали похожие на декларации по моей информации чуть-чуть но до позавчера они были насколько я наслышана они задавали вопросы похожие на декларации вот скажем так да то есть это естественно это часть общества я тут который кстати я себя не причисляю еврофилы они будут себя вести всегда именно таким образом и тут как бы критиковать нельзя была декларация от демпартии все-таки демпартию я не причисляю к таким стопроцентным еврофилам и сама декларация по отношению господина Додона сохраняла определенную отстраненность вот и от позиции Додона естественно она была как-то критикована но и от позиции еврофилов демократы сказали что мы должны как-то уйти отмежеваться от этих вечных дискуссий по поводу что лучше Евросоюз или интеграция демократы вообще много чего сказали если позволите я бы хотела позже задать конкретные вопросы по их реакции а теперь я хотела бы вас вернуть все-таки к еврочиновникам я согласна с вами господин Чуря в отношении того что европейцы на самом деле ведь они не привыкли к такой риторике потому что до сих пор страны того самого восточного партнерства в лице своих лидеров они что приезжали и говорили они говорили мы ваши буржуинские знаете то есть посыл был четкий ну это я так образно сравниваю то есть мы понимаем откуда здесь корни но и вот впервые на самом деле я соглашусь приезжает глава государства и говорит о том вы знаете я тут сел перед этим визитом уважаемые господа еврочиновники и посчитал и посмотрел и привез вам цифры и цифры эти совсем неутешительные как раз перед визитом господин Дадон опубликовал на своем блоге данные по поводу экспорта в страны ЕС после того самого нам-то и европейским чиновникам интересно прежде всего ЕС и Россия и там и там падение там 48 там 350 чем-то то есть я имею в виду Российская Федерация за эти годы то есть инвестиции тоже ситуация очень тяжелая и вот с этими цифрами приходит президент и говорит им вот вы знаете мы все здесь посчитали мы посмотрели нам-то что обещали а что получили вот и наверняка это были непростые разговоры естественно и в общем-то когда начинаешь говорить и вот даже в ходе ну вот моих с ними контактов нашей группы когда я тоже об этом говорил они молчаливо соглашались что да действительно к сожалению не все так получается как думалось как думалось и когда начинаешь объяснять в чем разница между относительными процентными соотношениями и конкретными реальными абсолютными цифрами тут конечно других контраргументов нет именно эти контраргументы именно эти аргументы и были приведены нашим президентом кстати о тональности или точнее о такой ну я не могу назвать что я знаю абсолютно все из этих содержательных разговоров но мне известно что скажем первые встречи там Туск и значит представители Европарламента это были встречи больше протокольные так положено вот что касается Магерине и Юнкерса особенно это были встречи где был диалог где был диалог может быть потому что это более такие люди скажем от практики особенно Юнкерс ну правительство как бы получается это Еврокомиссия считай это правительство комиссар это тот же министр скажем по направлению и ход и содержание беседы было более приближенно к сути вот в том числе по этим цифрам допустим господин Додон сказал что вы понимаете в чем дело вы у нас покупаете сырье потому что в момент когда оно произведено цены в принципе достаточно бросовые а наши производители вынуждены по этим ценам продавать потому что нужно хоть что-то как-то компенсировать а потом к нам возвращается уже готовая продукция и конечно же наш производитель в этом смысле очень страдает и вопрос не в конкретных фирмах а ведь это люди которые работают в этих фирмах это отчисление бюджета от деятельности этих компаний это политика в отношении Молдовы скажем так не только к Молдове ну не только да но президент когда говорил он имел ввиду прежде всего нашу страну мне один из чиновников сказал вы понимаете мы же не должны допустить чтобы европейский бизнес страдал в отношении к Молдове ну что я ему сказал это все правильно но я когда ему сказал вы извините почему должен страдать молдавский народ во первых во вторых говорю вы сравните что такое Молдова для европейского рынка или Молдова для российского рынка это даже это даже не капелька хорошего вина это вообще мизер поэтому в данном случае наверное все таки если вы действительно вот с позиции будете относиться прагматизма объективности и доброжелательности подошли к Молдове то наверное что-то надо менять Корнелий вы говорите о том что мы конечно не знаем я с вами здесь согласна какова была тональность о чем конкретно они говорили но когда я вас двоих спросила какие цели ставил перед собой господин Додон и добился ли он по окончании я имела ввиду вот что я думаю что вряд ли он ставил перед собой цель каких-то конкретных деклараций по поводу евроинтеграции республики Молдова абсолютно нет то есть он об этом говорил говорил не раз что вот есть соглашение понятно значит как мы к нему относимся но что было важно и я не знаю затрагивался ли этот вопрос и что сказали вот ему еврочиновники ведь у президента была очень рациональная мысль давайте пересматривать некоторые статьи то есть он нам сказал окей господа я понимаю у вас есть значит своя внешняя политика свои цели свои взгляды у нас тоже есть пусть не все соглашение но некоторые статьи идут явно во вред мне бы хотелось чтобы в результате этого визита европейцы по крайней мере сказали хорошо господин президент мы готовы к такому разговору у вас есть какая-то информация у меня нет информации но есть того ну как есть та же информация что и всех тут два месседжа были как бы высказаны господином Дадоном то что конечно же соглашение об ассоциации не дает желаемые результаты по цифрам кстати в молдавском обществе сейчас идет живая живое обсуждение интерпретация цифры они понятны вроде бы но каждая страна их перетолковывает и рассматривает со своей точки зрения но если это стакан с водой его нельзя сделать бутылку с водой правильно нет можно можно ее кстати и делают и бочку нет можно сказать знаете как можно если с той точки смотреть маленький стаканчик воды если подойти поближе но это стаканчик у нас и предложение было давайте поближе посмотрим по тем цифрам которые высказал господин Дадон кстати можно делать целую передачу сейчас нет смысла это сейчас обсуждать потому что хотя очень интересные цифры и в некотором смысле неоспоримые конечно но значит это был первый месседж что нужно пересмотреть и второй месседж конечно же тоже очень важный что этот пересмотр соглашения ассоциации желательно чтобы он был сделан в трехстороннем формате вместе с Россией вот эти высказывания господина Дадона конечно же сполошила определенная часть нашего общества к этому кстати можно придраться и я тоже смотрю на это со скепсисом потому что ну я не смотрю так как вот определенные эксперты которые сказали что господин Дадон не представлял все наше молдавское общество как президент он выступал как лидер социалистической партии так сказать ну это не так все относительно сегодня и правительство не представляет народ а представляет демократическую партию у нас наше общество поделено на две части и поэтому очень трудно представлять у меня маленькая поправочка я не считаю что на две я считаю что на гораздо больше да особенно это показывают опросы значит с Россией конечно тут можно поспорить потому что все таки это желание в первую очередь России попасть в этот трехсторонний формат выгодно ли нам это или нет тут нету одного мнения мне кажется мы не должны продвигать эту идею если Россия с Брюсселем договорятся чтобы создавать такие трехсторонние форматы для обсуждения это конечно и нас нам это интересно но в первую очередь это они им это они должны быть в этом заинтересованы то тогда мы не можем этому противиться ни мы ни Украина ни Грузия а чтобы мы продвигали российские интересы в Брюсселе это мне кажется не совсем правильно и вот к этому моменту я бы придрался и все таки бы высказал определенное критическое замечание а вот сейчас мы Владимир Иванович предоставим слово Евразийский экономический союз это он на это намекает на то что когда был визит президента Тадона в Москву да шел об этом разговор и тогда Игорь Николаевич сказал очень четко что он хотел бы чтобы выработали такой меморандум такой договор который не противоречил бы статьям нашего соглашения об ассоциации но чтобы это было в дополнение к экономическим возможностям республики Молдов понимаете здесь все абсолютно прагматично вот давайте будем исходить еще раз говорю без того Россия Европа вот есть два партнера с которым все годы все столетия торговали работали и с которым был один режим торговли и есть другой партнер с которым заключились соглашения и этот партнер тоже предложил и мы подписали такой же режим торговли значит Россия с странами входящими в Европейский Союз торгует по одним правилам все товары облагаются пошлиной раз два требования по качеству ГОСТом техническим требованиям и так далее и так далее совершенно другие это тоже надо признавать и понимать третье они ведь тоже прекрасно понимают хотя это скажем для них может быть и не такой уж большой объем но тем не менее мы знаем прекрасно с вами что к сожалению некоторые наши недобросовестные бизнесмены ради того чтобы заработать шли на то чтобы их штамп печати и название фирм использовались для реэкспорта того ну короче мухлевали есть такое хорошее да я кстати говоря некоторым с тем с кем общались на этих днях я им сказал но ведь мы знаем кто выигрывал от этого бизнесмены чьих стран выигрывали от реэкспорта яблок или от реэкспорта мяса или от реэкспорта слив были европейцы и так далее и так далее и так далее нет сейчас и Польша яблоко да я права ну это все люди знают Польша яблоко на что господин Бонни улыбнулся он поляк улыбнулся и смущенно так ну да мы это об этом знаем ну хорошо что смущенно не не люди достаточно кстати говоря искренне может быть там за исключением одного двоих но ведь смотрите речь не идет о том что хай давайте значит все трое сейчас сядем и начнем переговариваться или обсуждать речь то идет идет и Дадон поставил не о переговорах тройственных а о том чтобы провести Молдову в этом заинтересована прежде всего инициатива должна принадлежать Молдове слышите дорогие мои давайте вот вы говорите Россия да я не согласен мы с вами нет давайте я доведу свою ситуацию давайте Молдова заинтересована в том чтобы экономический интерес был реализован и вот они говорят с Евросоюзом вот давайте посмотрим в чем проблемы для нашего экономического интереса Россия говорят в чем проблемы нашего интереса у вас какие требования у вас какие требования если мы видим что Молдова от этого не зависит от Молдовы вот тогда мы предложим дорогие мои потому что конечно когда двойственное соглашение международное Евросоюз Молдова Ну, Россия, как бы, получается, третья страна не должна в это дело вмешиваться. Но если реализация одного затрагивает интересы партнера, и партнер говорит этому партнеру, давайте мы обсудим с тем, от кого я, от рынка которого я тоже завишу. Я не исключаю, в принципе, как возможность проведения таких консультаций. Они ни к чему, в принципе, никого не обязывают, но не позволят выяснить, где же то самое рациональное зерно, или точнее, где эта возможность найти общую точку зрения. Владимир Иванович, это не новая идея. В принципе, сказали, да, в России устами президента Путина, вы помните, во время визита Игоря Николаевича в Москву, он выступил с предложением, давайте садиться с европейцами и говорить. Но вы должны этим заниматься. Абсолютно. То есть у нас есть желание двух сторон. И как не в первый раз, потому что я сейчас намекаю тонко на Украину, то есть когда точно так же приглашали представителей Евросоюза к этому разговору, они что тогда устранились, что сейчас? Ну, у них, кстати, был там очень длительный, ну, со слов, я не в теме в полной мере, но со слов европейских чиновников, они говорят, у нас такая практика была, и приводят пример Украины. Что мы действительно долго рассматривали, обсуждали. До 2016 года. На что я им сказал, дорогие мои, но ведь структура экономики Украины не сравнить со структурой экономики Молдовы, и объемы, и так далее, и так далее. Но давайте посмотрим, может быть, у нас этот вопрос будет проще решаться, проще. Поэтому я думаю, что здесь вопрос задан, высказан, и в этом ценность этого визита. И нам сказали, я вас услышал. Нам не сказали, нет. Я же говорю, нам сказали, я вас услышал. Да, и это главное, что услышали. Хорошо. Я все-таки позволю себе на эту же проблему посмотрю с другой точки зрения. Господин Цурканов смотрит на нее с экономической точки зрения, кому, чтобы было выгодно экономически. Это правильно. Но на проблему, с моей точки зрения, нужно смотреть политически. Ведь отношения между Евросоюзом и Россией, они очень сложные. Европа, Евросоюз внедрила санкции против России. Это почти что экономическая война, которая из-за Крыма, кстати, и Донбасса, которая может даже переросла чуть больше, чем экономическую войну. И в этот момент, когда наши отношения с Украиной очень важны, наши отношения с Евросоюзом тоже очень важны, мы приходим и говорим европейцам, которые воюют с Россией, а давайте мы в наш формат пригласим Россию. Понимаете, с экономической точки зрения все верно, но с политической точки зрения это рассматривается Евросоюзом скорее как предательство. Очень говорю коротко про политическую точку зрения. Корнелеву, с многим могу согласиться, что говорите вы, но не рассматривайте, пожалуйста, на сегодняшний день, как Европу, как нечто единое целое. Даже, пожалуйста, евробюрократию. Не рассматривайте, как единое целое, потому что на сегодняшний день нет единой позиции ни по отношению санкций в России. Да, но санкции они существуют. Я согласен, что, возможно, эта позиция Евросоюза будет меняться. И поэтому мне показалось, что вот это поведение господина Додона, это он полез поперед батике в пекло, потому что иногда стоит воздержаться по определенному. Вот здесь, мне кажется, господин Додон мог бы и не особенно на этот момент поставить. Понимаете, в чем дело? Ситуация экономическая такая, что там уже не пекло, там уже горит. Горим уже, в этом вся проблема, мы просто горим. И в этом случае мы говорим, дорогие мои, да, у вас есть проблемы. У вас есть проблемы. Ну, вы будете разбираться. Сейчас проблемы и в самом Евросоюзе, они, кстати, об этом не скрывают. Мы говорим, дорогие мои, вы тоже горите. У вас тоже непонятно, что сейчас будет во Франции, в Германии. Я могу сказать, что в присутствии всех моих коллег, это не какой-то конфиденциальный был разговор, в присутствии моих коллег, они сказали, вы знаете, в принципе, нам сейчас даже не до Молдовы. У нас сегодня в Юге Европы проблема большая. У нас сегодня огромная проблема беженцы. У нас проблема предстоящих выборов в ряды страны Европы. У нас проблема Трамп. Поэтому, в принципе, говоря уже о том, о чем некоторые говорят, вот, мы обязательно должны идти и интегрироваться, мы должны сотрудничать и из этого извлекать выгоду. Если мы ради политического какого-то интереса, значит, будем забывать о своей экономической необходимости, я даже говорю не о выгоде, а о необходимости, то тогда мы просто перестанем существовать. Ну, в тяжелые политические времена, конечно, прежде всего, перво-наперво нужно заниматься экономикой. Еще немного политики добавляю в нашу с вами беседу. Конечно, речь идет о встрече с представителем НАТО, с заместителем господина Столтенберга. Это Роуз Гетте-Мюллер. Женщина-дипломат, известная очень. Я считаю, что она и политический еще деятель, ко всему прочему. Вот, эта встреча состоялась, и что интересно, президент очень четко заявил то, что говорил до сих пор. Он стал говорить о том, что нам необходимо, чтобы НАТО подтвердил наш нейтралитет, и он, значит, высказался против открытия офиса НАТО. Давайте так, сам факт этой встречи, да, то, что он состоялся в НАТО, то, что сказал президент, и возможные последствия. Если можно, чуть-чуть... Покороче. Да, да. У нас не так много времени, а вопросов еще много. Факт встречи у нас начали тут некоторые интерпретировать. Вот даже Ген Сякната не захотел встретиться. Довожу до сведения, я лично об этом интересовался даже по другим поводам у других евро-чиновников. Они говорят, у нас сегодня в Брюсселе вы через одного выходите осторожненько, прикрывайте себе, значит, дыхательные пути, потому что... Ой, там погода такая, что сейчас эпидемия действительно. И то, что он действительно болеет, это подтвердили все чиновники, с которыми я общался, и без того, чтобы... и все наши об этом знают. Это первое. Второе. В принципе, в данном случае не столь даже и важно, генсек либо заместитель, потому что, опять же, цель была довести до сведения сигнал, посыл, мнение. И тут было более жестко высказано, конечно же. Во-первых, было сказано, у нас есть уже информационное бюро НАТО, раз. Раз, два. Мы действительно в рамках этого партнерства и Маймира, значит, целый ряд гуманитарных проектов решили, что-то будем решать еще. Но зачем тогда создавать еще один, при условии, что Молдова является нейтральным государством? Но в таком случае давайте мы сделаем с вами совместное заявление о том, что действительно вы признаете нейтральный статус Молдовы, что позволит нам таким же образом, и вот, может быть, даже это будет, вот тут уже, не знаю, там, тройственно, никакое, но тогда и Россия, естественно, то же самое должна будет сделать. Правильно? Да. Идея давняя, но за ее осуществление взялись сейчас. Идея была немножко в другом формате, а здесь было сказано конкретно. Хорошо, вот давайте так. В противном случае, и тут президент сказал четко и ясно, на предстоящих выборах, если мы побеждаем, а опросы, как вы сказали, причем опросы буквально в эти дни были опубликованы, когда в день визита, да, ну не в день, там за день до визита. Нет, в день визита, я настаиваю. В понедельник был. В понедельник, в понедельник начался визит. Сам визит начался официально во вторник, я об этом говорю, что за день. Ну ладно. Я привык к точности. Нет, сам визит начался в понедельник, самая напряженная программа во вторник. В понедельник он прилетел, а визит начался во вторник, Людмила. Ну ладно, хорошо. Да, и вот в данном случае как раз, тогда я вынужден буду, и будь уверен, этот офис будет закрыт. Вот это, вот такое предложение, ну, на мой взгляд, застало врасплох. Застало врасплох. А почему у вас такое впечатление, что застало врасплох? На чем основа вы основываете? А потому что официальный комментарий, если вы обратили внимание, был такой достаточно дипломатичный. Потому что, что касается... Есть еще один знак. Что касается, если бы они ждали, что он прямо скажет, что вот, имейте в виду, я просто закрою, я категорически против и так далее, и так далее. А было сказано так. Вот давайте, у нас есть уже, вот давайте сделаем заявление, что нейтральный статус, вы признаете Молдовы? Вот тогда будет, наверное, понятно, что вы хотите преобразовать. Из того заявления, что я читала, было сказано о том, что НАТО это такая хорошая организация, потому что она помогает Молдове в некоторых проектах, которые идут с успехом. Да. Вы хотели что сказать? Я объясню, что это в данном случае провокационный шаг, учитывая ситуацию в Приднестровье. Так. Да, значит, понятно, что этот разговор в офисе НАТО, как было сказано, не понравилось официальным лицам НАТО. Косвенный показатель – это реакция Виарела Чеботару, который раньше руководил центром НАТО в Молдове. Он нынешний лидер либерал-демократической партии. Его реакция в Фейсбуке очень критична по отношению к Дадону. И, видимо, он информирован насчет тех высказываний, потому что он реагировал по поводу тех месседжей. По мере поступления, да, информации. По поводу месседжей, которые были там высказаны. Ну, в принципе, и по офису НАТО по закрытию, и по признанию нейтралитета. Я так понял, что в НАТО сказали, что как бы мы вас признаем, но декларацию по поводу нейтралитета мы никогда делать не будем. Кстати, это в некотором смысле, естественно, это должно не только НАТО делать, а одна сама по себе. Это и американцы должны делать, и Россия должна признать. Это должно быть в концерте. Если вы ставите им офисы в Молдове, это можно было бы сделать как раз на двухстороннем уровне. Ну, как бы начать с уровня организаций. А там и до стран дойдем. Как-то так. Вам так удобно, а им неудобно. А им неудобно. А вы знаете, у них так... Костякин и Чебатары тоже неудобно. У них, знаете, как интересно, вот мне понравилось, как демократы они сказали. Мы вот на первом же заседании парламента, что сделаем, мы переподтвердим в нашей декларации, что у нас курс на евроинтеграцию. А вот, когда речь зашла о переподтверждении статуса нейтралитета, они сказали, мы не нуждаемся в этом, но все хорошо. То есть, получается, что... Хотя, ну, 4 месяца назад... То есть, какие-то вещи... Ну, было... Да, заявление в парламенте. Ну, после этого проголосовали за открытие офисоната. Вот тут, конечно... Нет, ну, почему мы должны переподтверждать евроинтеграцию... Секунду, да? Внимательно. Почему мы должны переподтверждать евроинтеграцию, а не можем переподтвердить, значит, наш статус нейтралитета? Тем более, есть такие прецеденты, знаете? Да, вон Туркменистан обращался. Ну, вот это как раз то, о чем я говорил с господином Додона. Иногда хорошо не лезть поперек батьки в пекло. Иногда хорошо не делать декларации, которые не обязательно делать. Вот демократы посчитали, что по поводу Евросоюза эта декларация, естественно, она гармонично вытекает из позиции Демпартии, и она всех удовлетворит. Даже тех, которые не удовлетворят, они не удивятся, что такую декларацию нужно делать. А по поводу НАТО это военный вопрос, это уже более щепетильный вопрос, и поэтому не обязательно делать вот такие декларации. Поэтому здесь, мне кажется, позиция Демпартии, если она не подтвердит, еще раз, ту декларацию, которую она, в принципе, поддержала в парламенте, то мне кажется, что ничего страшного в этом нет. То же самое, как замылили тот самый вопрос о законе о нейтралитете Молдовы. Во главе этой комиссии представитель демократов пока еще, числа этих 14 независимых. Но, тем не менее, значит, эта группа вот так вот медленно, медленно, как говорят, хочешь замылить вопрос, создай комиссию. Вот в данном случае то же самое произошло. Мне кажется, что этот вопрос все-таки, вот с точки зрения экономики, он вряд ли имеет существенное значение, а вот с точки зрения политической он имеет значение, потому что он дает определенные гарантии того, что раз и те, и другие это подтверждают... Вы имеете в виду признание нейтралитета. Да. Если и те, и другие это подтверждают, значит, они таким же образом могут быть доброжелательны в отношении к Молдову и в решении вот тех самых экономических. Но это не должно быть односторонне. Как, нам бы хотелось... Нет, односторонне, ну, НАТО это не односторонняя организация. Это блок, в который входит целый ряд государств. Блок. Поэтому это будет не одностороннее заявление. А это заявление должно быть у них проконсультировано, естественно. Просто генсек не может такого заявления сделать. Кстати, у НАТО тоже есть проблемы, так же, как и у Европы. Мы даже знаем, в чем они на сегодняшний день заключаются. Вы знаете, я хотела бы, чтобы мы сейчас, если можно, кратко поговорили все-таки о том, какое влияние этот визит оказал на политическую ситуацию все-таки. Потому что вы начали там отрывчато, да, начали говорить, вот демократы высказались, там еще, значит, некоторые ревностно господину Чеботару и другие. Потому что, на мой взгляд, это было ревностное такое вот наблюдение за тем, что происходит в Брюсселе. Я вот потом поясню, что я имею в виду, а вначале послушаю вас. Вот как вы полагаете? Ну, я в самом начале еще, когда был первый визит господину Дону в Москву, я сказал, что реакция от болезненно ревностной до истеричной. В данном случае, конечно, во-первых, скажем, политическая элита Молдовы не привыкла, что у нас есть работающий президент. Президент активный, президент, который собирается перемещаться по миру, высказывать позицию Молдовы, не просить, а высказывать и предлагать что-то, обсудить в пользу интересов Молдовы. То, чего не делал никто, будь то предыдущие президенты, исполняющие обязанности президента, то, что не делали ни премьеры, никто практически этого не делал, потому что все брали под козырек и все. В этом смысле это ревностное. Реакция, ну вот я бы очень хотел, чтобы эта реакция была все-таки, отталкивалась от того, а как к этому отнесся, отнесется народ. Потому что в конечном итоге вся политическая элита, она элита только потому, что она получила в той или иной степени поддержку народа. Мне кажется, что я бы взглянула на ситуацию шире, чем вы сейчас говорите. Потому что если вы сравниваете, то давайте говорить не потому, что они там берут под козырек, как вы говорите. А новизна вот этого, этих двух визитов состоит в том, что, смотрите, появился политик, политик в высшем эшелоне власти, который показал на сегодняшний день очень отчетливо, что он умеет говорить на высшем уровне, как на востоке, так и на западе. Вот откуда появилось такое ревностное отношение, что, смотрите, ну ладно, мы его причислили к пророссийскому, ну хорошо, он туда поехал, но смотрите, он на святое замахивается. Он едет в Брюссель, он намерен с ними говорить прямо, а мы же евроинтеграторы, понимаете? Посмотрите, я извиняюсь, Петчури, посмотрите, какие сразу же сегодня были шаги. Встреча с послом Соединенных Штатов. Встреча с послом России. Встреча с послом России для того, чтобы их проинформировать, соответственно, через послов правительства, руководства этих стран о том, какова была цель, результаты и как были поставлены вопросы. Причем это все проверяемо. Павел Иванович, я вынуждена вас прервать. Я уже закончу. Значит, я себя с самого начала не определял как еврофилом. Несмотря на то, что я за европейскую интеграцию, в более таком резком варианте, чем это видят социалисты. Но дело в том, что вот та позиция, которую мы раньше занимали, что только говорить хорошее Евросоюзу, она немножко не оправдывает себя. А вот украинцы, они не говорят все хорошее. Они и критикуют Евросоюз. Но ситуация их заставляет быть послушными. Потому что они во многом зависят от Брюсселя. Мы еще были более послушными. И от этого мы кое-что выиграли, но кое-что проиграли. Тот факт, что теперь у нас есть во власти люди, которые продвигают очень уверенно европейскую интеграцию. Но есть во власти люди, которые критикуют другие люди. Кстати, это нужно сказать, другие люди, причисляемые к другой партии, которые критикуют Брюссель. Это, с моей точки зрения, шаг вперед. Потому что мы сейчас говорим с Брюсселем на двух языках. И они иногда имеют шанс выслушать то, что еврофилы могли бы сказать. Но они никогда не скажут это, потому что это не комильфо. Вот с другой стороны появился политик, который вот те наши критические замечания по поводу Евросоюза, которые есть в обществе. То есть это подстегнет? Это не то, что подстегнет, это доведет до Брюсселя ту информацию, которая раньше не доходила. Ну и подстегнет их уже к решению каких-то... Ну это я не знаю, подстегнет, не подстегнет, это я не знаю. Но я считаю, что это положительная вещь. То, что Додон там иногда критикует в Брюсселе их поведение, это, кстати, у них в Европе тоже появились критики внутренние, поэтому они к этому тоже должны привыкать. В этом нет ничего страшного. Но я еще раз отмечу, что все-таки визит Додона попытались нейтрализовать. Было несколько делегаций гражданского общества, экспертов, журналистов, которые в этом... Лупу, Лупу в один голос, да, с Евронестом. Я спросил, кстати, а что, был какой-то форум? Нет, просто вот он приехал. Не, я имею в виду, я не знаю, кто хотел нейтрализовать, но в Брюсселе была череда делегаций, это было немножко странно, потому что... Были и внепарламентская оппозиция, скажем так, тоже были там, я в курсе этого. Но вы знаете, я еще одну маленькую деталь, говоря о реакции, значит, Евросоюза. Вот тот факт, что для них был холодный душ после 2014 года со стороны, значит, большинства проевропейского, скажем так, хотя мне не нравятся эти слова по-русски, про-европейски, те, которые говорили о... Холодный душ, исходя из того, как они себя повели, что они сделали и до чего это все дошло. Тот факт, что и в нынешнем правящем большинство фактически за исключением одного сегмента те же остались, и в то же время появилась реальная политическая сила и реальный президент, избранный народом, и эти опросы, может быть, в какой-то степени, и эта оппозиция тоже, информация от них, заставила их пойти на очень неординарный шаг. Значит, еврочиновники нам сказали, вы знаете, сейчас принято решение о том, чтобы все гранты, кредиты для Молдовы выделялись только после того, когда будет обсуждено решение Совета Министров. А это означает согласие всех 27 стран. А это очень серьезный вопрос. То есть тяжелее будет. Я думаю, как правильно определил. Я говорю о том, что они это поняли, прочувствовали, и сейчас это будет уже не микроскоп, это будет электронный микроскоп. Микроскопа никогда не было. Я могу сказать, что я не сомневаюсь. Ну да, принцип Черчилля. Я сказал одному из них, он засмеялся, говорит, как вы его хорошо мне привели. Я не сомневаюсь в том, что европейцы прагматичные люди точно так же, да, они будут рассматривать. Они деньги умеют что-то? Умеют, вне сомнения, да. Иногда они просто дают эти деньги не тем, кому нужно, но потом они как бы не понимают и пересчитывают. Кстати, господин Додон именно поэтому попросил. Вы хотите знать, где деньги ваши? Вам говорят, что это не ваши деньги. Это в том числе и ваши деньги. Вот помогите нам разобраться. Помогите. Это я все к чему сейчас веду, что, конечно, много было сказано по поводу этого визита. Ну вот мне запала одна фраза в душу, которую сказал президент. Он сказал так, я еду для того, чтобы обеспечивать национальный интерес Молдовы. И мне показалось это самым важным. И в одном визите, наверное, и во втором визите. То есть, мне кажется, эти слова самые главные. То, чего мы все, собственно, ждем от нового главы государства. Благодарю вас за эту беседу. Мне она показалась интересной и содержательной, и насыщенной. Приходите к нам еще. Уверен, будьте уверены, это взаимно. Спасибо. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Так, все. Продолжение следует...